СМОРЧАНКИ Все здесь валится Все валится здесь Это ребенок у меня так спит Здесь все на кордонках Вот пожалуйста Все на кордонках у меня забито все Да, все бабуля оторвала сейчас Потолок взяла Сама наклеила А тут весь грибок Пожалуйста, здесь тоже все сыпется Это что, вот смотрите, что здесь творится И что здесь такое Смотрите, я все забила вот это вот здесь Там все валится Все абсолютно, разве здесь человек может жить? А администрация говорит, что Нет, может человек жить здесь Может В таких условиях уже много лет живет семья Из 15 человек, взрослые дети Людмилы Осипенко и ее маленькие внуки 10 лет назад дом горел Восстанавливали своими силами 4 года назад жилье признали Аварийным и негодным для проживания Правда для городской администрации По словам Людмилы, это не показатель На стопке писем Осипенко получала Отписки, согласно которым Ее не признают нуждающиеся На просьбу провести в ее доме хотя бы газ Так и вовсе получила ответ, что у департамента Нет на это денег У меня есть акт обследования Опекунского совета Несколько раз подряд делали И там везде написано, что Дому нужно капитальный ремонт Квартире Ну здесь капитальный ремонт никак не сделать Здесь все сгнило Восемь лет назад одна из дочерей Людмилы Пропала без вести Ее двое детей остались на попечении у бабушки Та заменила им родную мать Старший, 14-летний внук Болен тяжелой формы ДЦП Он не ходит и не разговаривает Так как инвалидная коляска в доме не помещается По габаритам, женщина Научила внука перемещаться по дому без нее 12-летняя внучка Пошла в 6 класс У девочки даже нет собственного рабочего стола Просто потому, что его некуда ставить Девочка вот уроки делает На инвалидном столике, потому что у нас Больше нет места негде делать Здесь у меня дочь спит Матрас ложу сюда, здесь детская кроватка у нас стоит Малыша, а инвалидный столик На нем и кушает ребенок больной И на нем уроки она делает Такие условия Людмила с внуками могла бы терпеть еще долго Если бы не страх, что в один прекрасный день Их крепость сложится как карточный домик Вопрос с переселением Сильно усложняет большое количество Прописанных в доме людей И ребенок инвалид Те варианты, что были предложены в качестве нового жилья Оказались неприемлемы Чтобы дали жилье именно Около больницы Потому что у ребенка судороги Скорую вызвать Вот мне дали в Винтае квартиру А там, говорю же, скорая туда, пока приедет Представляете, что это такое Вы, наверное, знаете, это недалеко Это бывшая воинская часть Воинская часть бывшая Там никаких удобств нет У меня здесь нет воды Одинаково Там все вообще отключено Воинская часть бывшая Другие варианты женщине не предлагают Восстановить дом, в котором она живет, невозможно А купить себе новое жилье сама Она не может Вся пенсия и пособие уходят на внуков Внушительные суммы тратятся на лекарства больному ребенку Каждую зиму семья В прямом смысле выживает Печь в доме не функционирует А один обогреватель не может прогреть все помещение Так что спать приходится в куртках А согреваться теплом собственных тел Существовать в таких условиях у женщины просто нет сил Поэтому она просит о помощи Мы живем в таких собачьих условиях Что, наверное, моя собака лучше в конуре живет, чем мы Пожалуйста, помогите, если у вас такая возможность Наша администрация, департамент Все плюнули на нас Как будто мы не существуем Прошу вас, люди, о помощи Помогите, если можете Если вы знаете, как помочь Людмиле Осипенко и ее внукам Или готовы сами оказать им материальную помощь Сделать это можно, позвонив по телефону Плюс семь девятьсот шестьдесят восемьсот одиннадцать двадцать пять семьдесят три Людмила Осипенко Музыка 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 Музыка